Я представляю Санкт-Петербург, он же Гемоград. Хочу выступить в Союзе Венедов. Община номер восемь, солнце ворот. С берегов родных просторов мы привезли наш бело-злато-черный флаг, по сакральному значению которого, если кто-то захочет узнать, то будем общаться. Вот, ну а сейчас я хочу зачитать маленькое приветствие. Оно называется, как у приветствия послания, оно называется «Верните люди родину свою». Получается, что дети вырастают и забывают дом родителей и мать. Чужие люди им охотно помогают родную землю из-под ног терять. Те мягкотелые, жеманные специфцы, надменные слабохарактерные твари, кто очень быстро согласился, что родину так выгодно продали, то рад всему, что им сует глаза и уши. В их эйфории здравость есть едва ли, они мертвы и неспособны слушать зов крови и земли, и память потеряли. С народом, не противящимся злу, и не наевшемуся откровенной фальши, все можно делать вот и потому, и будут веселиться черви дальше. Просните же, увидите, как мы низко пали. «Прошу вас, заклинаю и молю. Очень долго слишком крепко спали. Верните люди родину свою. Она в темнице и не спит ночами. Она плюется кровью обессилен. Глядит на все усталыми очами. Ну как же мы такое допустили? Еще немного, и пойдет забвение. Так громко стонет, словно на краю. Остановите событийность в течении. Верните люди родину свою. Подумайте, а есть ли будущее у народа из прошлого и памяти победного венца? Неужто нам теперь подходит в пору прослыть и ванами, не знавшими родства? Пока мы горько плащемся в жилетку, ее пинает мировая мразь. Кому-то набросили и тащат в клетку. Да лицом не раз кидали в грязь. Но вы же посмотрите, люди, мы с вами не они, известно почему. Неужто не найдутся силы у тех, кто знает, что к чему? Безликие враги хотят увидеть Русь поникшей, повешенной на уличной столбе. Я потому взываю голосом охрипшим. Верните, люди, родину себе. У меня все.